Смотрите, два вот этих интервью. Одно, конечно же, широко разошедшееся. Прежде всего, о Дуде и Оскаре Кучера я хочу поговорить. Это интервью с глубинным народом, прежде рыжим, а теперь вот таким, уже в возраст вошедшим. Вся эта совокупность представлений, штампов, высказываний, пропагандистских укорененных в голове этого человека, она вас, лично вас. Если вы смотрели, конечно, я не знаю, это интервью, убеждает скорее в том, что выползем мы с такими людьми или не выползем? Когда бы это не было? Ну, во-первых, это интервью актера. Кучера ни секунды не верит в то, что он говорит. Он не очень хороший актер, ну, прямо скажем, он актер третьесортный, и он неубедительно играет такого обывателя. Он потом также убедительно сыграет покаяние, понимание, разочарование. Ну, это все входит, понимаете, вот входит в набор. Вот Зеленский – это актер высокого класса, и он, когда играл героя, он убедительно его сыграл, по-настоящему, поверил, вошел в эту роль. А Кучера играет обывателя неубедительно. Он, что называется, работает лицом слишком интенсивно, он комикует, у него нет какого-то, понимаете, органичной внутренней убежденности. Вот это вот пример искреннего, органического. Он себя так ведет, потому что ему хочется. Он вот бежал мимо, ему захотелось посмеяться в камеру, он очень любит публичность. Вот он это демонстрирует. Ему притворяться не надо. А Кучера, когда он демонстрирует искренность, веселье, лояльность, огорчение, даже не откровенность, он пытается сыграть. Он играет, это плохо. Это погорелый театр. Оскар, вы актер погорелого театра. Слышите вы меня? Ничтожество, извините, пожалуйста. Я очень хотел бы поговорить с ним любовно и уважительно. Но вы плохой актер. Вы не заслужили того, чтобы с вами всерьез говорили. Я понимаю, если бы он сейчас, дудь бы, стал с Хабенским разговаривать. Вот с Хабенским есть о чем поговорить, там про Назарова, про все. Но так Нагенский большой, Хабенский большой актер, в том числе трагический. Он умеет играть серьезные трагические роли. А Оскар Кучера играет такого лучезарного обывателя плохо, спустя рукава, неумело, непрофессионально. Он, может быть, и хотел, кстати говоря, я это вполне допускаю. Может быть, он хотел вызвать такое раздражение с нашей стороны. Может быть, когда-нибудь мы узнаем, что он, подобно Пескову, таким образом подавал сигналы. Что он хочет вызвать вот эту реакцию отторжения, чтобы показать обывателя во всей его фальши, во всей чудовищной лживости его позиции. Тогда я это готов понять. Но пока со всеми этими ссылками на общих знакомых и знакомых знакомых я в этом вижу... Работу спустя рукава и глубочайшее презрение к зрителю. А если не о Кучере, Дмитрий Львович, а о проекциях, сказанного им к любому человеку, живущему в России, и занимающему позицию сходную с той, что продемонстрировал он. Может быть, и народ в массе своей лицедействует подобно... Нет, нет, Стас, там все гораздо трагичнее. Могу сказать, понимаете, дешевый лицедей не может изобразить трагедию серьезного народа. Трагедия действительно серьезная. Большинство россиян осознают то же происходящее, не дураки вокруг. Но у них сформулирована своя внутренняя проблема, довольно серьезная. Субтитры создавал DimaTorzok